В Москве 21 час 15 минут. Голевая передача. Добрый вечер, голевая передача в студии Дмитрий Сухинин, ну а раз в воскресенье, то и Евгений Серафимович Ловчев, а также в студии Вести ФМ. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Будем говорить о футболе, благо у нас неделя получилась насыщенная, ну правда не целиком, но почти два тура она в себя вмещает, четыре матча из 22-го тура будут доиграны завтра в понедельник, но тем не менее пищи для размышлений дали эти игры предостаточно, готовы мы вместе с вами обсуждать их итоги. Для того, чтобы обсудить с нами, нужно набирать прямой московский номер 232-15-59, код Москвы 495. Можно также воспользоваться короткими сообщениями, отправлять их на номер 5533 и начинать со слова Вести в любой транскрипции. Итак, Евгений Серафимович, с чего пожелаете начать? — Ну, два тура прошло, и многое изменилось, в принципе. — Хорошо, давайте со «Спартака» начнем. — Знаешь, и закончим тут же, да? — Не, ну почему закончим? — Не, ну «Спартак» играет плохо, и я об этом говорю уже давно, и мне не очень интересно то, как он играет. То, что там происходит внутри, при всем том, что мне сейчас пихают в Твиттере везде, что вот вы вошли в совет, там, совет, он номинально существует, пока мы никаких советов не давали Фидуну, и думаю, в ближайшее время не будем, потому что понимаем одну вещь, что если мы сегодня скажем, что Якина надо убирать, во-первых, это... — А его надо убирать или нет? — Ну, ты знаешь, во-первых, это неэтично. Нам, людям, все-таки в футболе, находящемся не один день, и пришедшие в команду только-только по просьбе, не пришедшие, немножко не так, как бы советниками пришедшие к президенту, хозяину клуба, сразу говорить о том, что надо увольнять или прочее, надо все равно доработать до конца сезона. Надо, при всех вариантах. Сегодня все общественное мнение, после победы Арсенала Тульского над Спартаком, и как Дима Оленьчев повел себя по отношению к зрителю, подошел там, все это витает в воздухе, вот он, следующий тренер. Но я повторю, даже в первом разговоре с Фидуном, я так обмолвился, я вот, например, не вижу тренера в Спартаке Якина после того, что уже прошло-то какое-то время же, да, он же сначала сезонно начал тренировать команду, и даже потому, что Широков не пригодился, потому что Дзюба решил уйти, все равно какие-то, ну, какие-то нюансы были. Он мне сказал, говорит, надо сначала, чтобы он оставил команду Арсенал в премьер-лиге, а потом посмотрим. Но я думаю, что все равно витать в воздухе будет, что фигура такая есть. Но если спонтанно это сегодня взять, обрубить, и к этим игрокам, которые сейчас в Спартаке приходят, приходит Дима Оленичев, и не проиграли одну, другую, и пошло-поехало. Тут тоже такая же пойдет тема. Давайте увольнять, это молодой, он неопытный. Вот, поэтому торопиться просто не надо. — Я просто к тому, что увольнять тогда, когда понимаешь, что нет целесообразности продолжать дальнейшее сотрудничество, а конец сезона или не конец, как раз конец сезона, это вот хорошо, если есть готовый кандидат, готовые занятия, место, это вот как раз несколько матчей, дабы познакомиться с тем набором исполнителей, которые наблюдаются в команде, чтобы понять, что с ними делать дальше. Это вот вариант такой. — Я просто вот как раз к тому, нужно сейчас... — Я Федуна понимаю сейчас, вот сейчас именно понимаю, я не понимаю его или вот вся эта машина, которая работает в футбольном клубе, она, видимо, не понимает, что такое Спартак, как он играл, какие игроки здесь были, в какой футбол он играл, и как постепенно, постепенно это все происходило. Приходил Эмери, и сейчас вот все только и говорят, о, вот Эмери, вот же он тренер, а тогда у него тоже не получалось. И тогда, кстати, многие говорили, что он такой мягкий какой-то. Кстати, я вчера восхищен был игрой во втором тайме Севильи против Барселоны. Ну, это сказка футбол был просто. Они же к 20-й минуте проигрывали 2-0, в первом тайме там вообще никаких шансов не было, а во втором тайме вот как всколотнуло, что как же они на 93-й минуте еще носились, с таким желанием вырвать. И вот когда закончилась игра, вот награды им не деньги, которые им заплатили или заплатят там, а вот награды было то, что стадион, стоя просто вместе с ним, овацию такую устроил команде. Вот это очень важно. Да, но я его понимаю, потому что уже было. Одного увольняли, второму. Третьему давали долго поработать, не получалось. Но мне кажется, самым главной проблемой вот ему говорят, вот этот тренер, вот он приведет к чемпионству, предположим. Притом он же говорит о том, что мы разговаривали с Мауринью, Мауринью сказал, что вот этот тренер, Якин, он очень любит с молодыми работать, из них вытаскивает все практически и команду строит. Не в один день, но строит команду. И вот он поверил и в это. Но мне-то вот видится совершенно, что там те, которые вот и тренеры этого привели, и игроков вот этих привели сюда, они как бы слабенько разбираются в том, что такой «Спартак» был. Ну, хорошо, это вопрос преемственности мыслей, даже не поколения, а преемственности традиций. Хорошо, давайте на звонки пока поотвечаем. Может быть, при случае вернемся к теме «Спартака». Кто у нас сейчас первый на связи? Александр из Кишинева, добрый вечер. Вот, не дождался. Александр Дмитрий, добрый вечер. Что-то у нас, видимо, из телефонной линии. Напоминаю, телефон 232-15-59, код Москвы-495. Дмитрий, вот еще одна попытка. Дмитрий, да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, алло. Да, Дим, Дим, говори, говори, Дима. Добрый вечер. Дмитрий Сефимович, у меня к вам несколько вопросов, но сначала один комментарий. Слушаю вас очень внимательно. Могу сказать одной фразой. Наша госпожа Томородская не понимает, что такое локомотив, какие люди в нем были. Дмитрий, вы как запрограммировали. Домерно, из эфира в эфир, вы это говорите. Мы уже знаем, что вы главный плагент, Ольга Юрьевна. Я понимаю. Все хорошо, давайте посуществует ваше личное мнение. Вы имеете право его дальше. Дим, я могу сказать, я буду упорно долбить в одну точку, пока не приняте человек, который будет нам ставить игру ту, которая была у нас при Юрии Павловиче. Эта игра немножко похожа на игру «Динамо Киевс». А теперь вопрос. Еген все в честь. Хрязьете игру моего локомотива «Торпеда» раз? Что там была за акция, которая устроилась в Мородске? Это два. Говорят, была драка с фанатами «Торпеда». Но я не знаю, он ведь для нас «Торпеда» то, что для вас ЦСКА. Это вопрос, значит, что сказал, как обычно, на паскарном матче у Коэфференции Божевич. И по поводу задавнего матча, Дим, если можно, какие локомотивы, я имею в виду, кадровые проблемы, кто в команде травмированный. Почему все-таки игра будет в Тимене? Потому что играть на этом, как говорят, иметь асфальте, тогда можно команду вообще угробить. Но такие вопросы. Но в целом по панче «Торпеды». Как вы считаете, вообще, то, что сейчас показывает локомотив с «Торпедой», это вообще футболом можно назвать? Или вообще как это можно назвать? Ну, если это не будем называть футболом, то тогда у нас никто не играет в футбол. Значит, первый тайм игры локомотива с «Торпедой». Совершенно равный футбол. «Торпеда» уже сегодня не те мальчики для бития, которые только вошли в премьер-лигу. Более того, в первом тайме это, видимо, находка режиссера, как говорится, главного тренера Петракова, команда начала держать мяч. И локомотив не знал, что делать. У локомотива не было быстрых атак. Не было практически ничего. Они держат мяч, те отошли на свое половину поля, ждут, когда они перейдут, когда торпедовцы перейдут. А те не переходят. И совершенно равная игра была до того момента, пока не произошел вот этот момент удаления Рыкова. И во втором тайме уже преимущество сразу обозначилось. И то не сразу обозначилось. Я вот когда смотрел эту игру, сразу увидел, вот так, как по телевизору показали, я увидел, что Рыкова надо удалять. Вы знаете, что эту карточку уже отменили, просмотрели. Мне показалось, опять, вот вы понимаете, вот мы смотрим, и нам кажется, иногда просматриваем 3-4 раза и видим, вот здесь вне игры, а вот здесь вне игры. Судья или мы даже иногда, если один раз только смотришь этот момент, какое-то мнение имеешь. Мне показалось, что Рыков зря вмешался, потому что там был грубейший фолл со стороны, в штрафной площади со стороны Тарасова, который просто, защитник, который выбивал мяч с прямой ногой, полез туда, но мяч отскочил к этому Шулемичу или как его? Шкулетич. Шкулетич, да? И тот забил гол. Судья отменил гол и уже полез давать карточку. И вот здесь Рыков вмешался в это дело. Мне показалось, что Рыков просто взял и положил на землю Тарасова. А вот КДК показалось по-другому совершенно, что его никто не клал. Короче говоря, отменили эту карточку. Но во втором тайме уже десятером. Это психология некая, да? Потихонечку-потихонечку и здесь забил гол. Притом на добивание забил гол Фернандеш. Он у них сейчас главный бомбардир. Он семь мячей, по-моему, забил. И потом он пенальти реализовал. Ну что тут сказать? Торпедовская сторона высказала и высказался Петраков о том, что судья испортил игру. Но это частые истории, когда так говорят. А в то же время сказал какие-то хорошие слова в адрес своей команды, что во втором тайме изменили игру, хотя они против десятерых играли. Сказал Божевич. Вот что я могу сказать. Теперь по поводу, там вопросы были, что на пресс-конференции, не знаю. Нет, нет, про пресс-конференцию вопросов не было. Там про стычки. Ну, традиционно болельщики Торпеды, это отдельная каста вообще в нашем футболе. Люди, которые регулярно позволяют себе делать все, что захотят, все, что придет в голову, причем не со знаком плюс. И, в принципе, это последний матч, который Торпеды там... Последняя игра со зрителями, вернее, следующая игра со зрителями у Торпеды будет в 30-м туре с Мордови. То, что им закрывают и выездные, и еще и домашние. Про жителей хочу вот что рассказать. Вчера мне позвонил мой хороший друг Саша Шаганов. Знаете, это болельщик Торпеды, известная личность. Это поэт песенный. Я вам просто напомню, все его песни поет Любе. Это и Атас, это и, значит, Батяне Камбат, это там за туманами и синими пьяными, это и ребята с нашего двора. Кстати, любимая песня Путина. Он приходил на концерт где-то в Сочи, когда Любе там выступала. Я с ним дружу, и он мне говорит, я тот человек, который хочу их как-то соединить, объединить клуб и болельщиков. Дальше он мне рассказывает о том, что я договорился, это вчера было, что вот в день именно Пасхи, вот в такой светлый день, я хочу вот их объединить. И руководство Торпеды, я уже договорился с Тукмановым, придет, договорился с каким-то рестораном на Старом Арбате, придут, и придут болельщики. Потом, говорит он мне, мне звонят из пресс-службы Торпеда и спрашивают пофамильно, а кто придет? Понимаете, это уже, ты заулыбался уже, да. Потом я, говорит, начинаю набирать, Саша, говорит, руководство Торпеды, там пи-пи-пи, короче, недоступен никто. Тем звонит, болельщикам, тоже недоступны. Люди не хотят идти навстречу, не хотят разговаривать, и поэтому там все время, видимо, будет вот эта вот война, хотя все умные люди, все мудрые люди, когда-то садятся за стол переговоров и находят какой-то общий язык. А мне такое ощущение, что вот те люди, которые сейчас ходят с наколками Торпеды, там с атрибутикой Торпеды, они вообще ничего не хотят, никаких переговоров. Они не болельщики, они просто используют для хулиганья. Под маркой болельщиков, да, они вот используют стадион, где можно это просить. Знаешь, а насчет договориться и проще. Эту неделю два тура же прошло, и в предыдущем туре Краснодар играл в Казани. И помните, в конце матча был тот инцидент, когда Сдоев... С Широковым. Да, с Широковым. Вот как я увидел по телевизору, я сразу же в твиттере написал о том, что Широков намеренно локтем ударил Асдоева. Отмахнулся. Да, отмахнулся. После чего не из-за этого. Они сами просмотрели, они подали на дисклификацию, чтобы его дисклифицировали на шесть игр и прочее. Вчера мне приходит смс-ка от Широкова. Евгений Серафимович, не думал, что и вас зомбируют тоже. И я ничего такого не делал. Я набираю его, он отвечает мне. И он мне говорит, вот поверьте мне, ну я же не дурак за пять минут до конца первого тайма. Евгений Серафимович, у нас вообще три секунды. Новости, а потом дорасскажете. Голевая. Передача. Наш телефон 232-15-59, код Москвы-495. Принимаем ваши звонки. Разговор о футболе. А Евгений Серафимович заканчивает историю с Широковым. Да, и я звоню ему, он мне говорит, Евгений Серафимович, я ему первое говорю, ну ты уже меня и зомбированным считаешь. Он говорит, да нет, конечно. Но он мне говорит, да нет, однозначно. И я верю ему, понимаете, в чем дело. Ну это не из-за того, что КДК приняло решение не давать ему там дискалификацию и прочее. Просто я смотрю своими глазами. Я увидел. Но это не значит, что я прав. Точно так же, как и в истории с Рыковым. Я тоже посчитал, что Рыков там виноват. Поэтому ничего страшного в том же, чтобы извиниться. Я извиняюсь перед ним в данном случае за то, что написал, что он намеренно это сделал. Он говорит, ну поймите правильно. Во-первых, я никогда не замечен был, чтобы кого-то там шел намеренно там бить, убивать где-нибудь. Не помню такого момента. И во-вторых, говорит, пять минут до конца второго тайма, хоть и счет 1-1, ну я получу удаление за это, если отмашку сделаю. Совершенно нет. И более того, он говорит, что Аздоев-то зла в данном случае не держал, что я специально это сделал. Ну вот так бывает. Поехали. Бывает так. 2-3-2-15-59. Это наш телефон. Алексей дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый, по матчу Рубин-Зенит. Во втором тайме, после удаления Кришета, Рубин завладел инициативой и стал атаковать большую часть времени матча. И в связи с этим образовались огромные зоны в обороне, через которых стал Зенит прорываться в контратаке. В связи с этим у меня вопрос, с чем это было вызвано. И второй у меня вопрос. Считалось снижаться посещаемость в премьер-лиге. Какой фактор на это влияет больше? То, что стадионы комфортные. То, что их расположение не очень удобно, как Арина Химки. То, что поля некачественные. Или сам футбол малого качества, и поэтому люди не ходят на него. Ну, если бы мы вам сейчас вдвоем ответили бы на второй вопрос, что именно. Вот стадионы, поля. Да, все там. Да. Если бы мы ответили вам сейчас точно, понимаете, мы бы сейчас уже не здесь были бы, а в Швеции, в Токгольме получали бы Нобелевскую премию. Что мы знаем. За это, что ответили точно человеку одно, и вот прям именно то, что нужно. Теперь, что там первый-то вопрос какой-то? Первый. Долго задают вопрос, что я забываю. Там просто длинное рассуждение на тему матча Рубина и Зенита. А, что, да, я вам объясню. Очень просто. Когда одна команда владеет преимуществом в человеческом факторе на одного человека, да, она переходит на чужую половину. Они не стараются быстро там контратаку провести какую-то, а держание мяча идет. И все выходят туда, на чужую половину поля. И вот когда Зенит перехватывал мяч, у него целое пространство, половины поля было. И тогда, вы помните, даже одна контратака была, четверо бежали. 4-2. Да, 4 на 2. И таких несколько было. Еще там 3-2 был один момент. Просто не точно отдавали последний пас. Или как вот когда 4-2 выскочили, Дани не забил просто гол, выйдя 1-1. Это просто преимущество за счет вот именно количественного. Одни отходят и в 10 человек больше стараются защищаться, а вторые больше атаковать. И в этом случае, когда перехват мяча какой-то идет, то, естественно, там разряженное пространство. Только всего. Валерий дозвонился, 232-15-59, код Москвы-495. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну, вопрос вам обоим. Просто интересно мнение Евгения Серафимовича и Дмитрия. Хотя я понимаю, что вы разные люди и разные профессии у вас. Но все-таки Евгения Серафимовича скорее... Мессиамские близнецы. Да, Евгения Серафимовича скорее профессионала, как большого защитника левого, вот. И Динамо-Москва. Мне, честно говоря, уже последние годы, я уже не знаю, куда деться. Команда обязательно получает гол в свои ворота. Я уже вывел схему, по которой Динамо надо выиграть. Надо забивать три гола, чтобы точно выиграть три гола забивать. Два не обязательно выиграть команда. Но обязательно. А то вы получили гол. От Мордовии получили гол. В чемпионате ни одного матча не было, где бы не получили. Два матча сухаря. Это был Сандерлик на выезде из Наполя в этом году. Но эта тема длится вообще. И при Хобелеве началось, и при Силкине это всегда было. Чем вы объясняете? То ли это желание идти в атаку немножко оголяется, то ли это неповоротливый центральный. Ведь играли Фернандес с гранатом вроде там. Но то же самое картина. Постоянно получают гол свои ворота. Поэтому мне вот интересно, ваш как профессионал, Олег Ильин Серафимович, и Дмитрий, как может быть, спрашивает. Понятно. Вопрос понятен. Все? Этот вопрос, да? Да, да, спасибо. Ну, на мой взгляд, тут очень просто. Вот именно сегодняшние, я не буду брать предыдущие какие-то и тренерские. Да, кстати, если брать Силкин, там тоже атакующая команда была. Здесь акцент, ну так, 50 на 50 сделан на самом деле. Не 80 в защите, 20 в атаку, а 50 на 50. И это, естественно, позволяет атаковать команде любой, в том числе и Мордовии, в том числе и Уфе, кому хочешь. Забивают, не забивают, это уже другой вопрос. Если еще брать просто разговор о том, что защитники, ну, не скажу, что там выдающиеся защитники, не случайно выходит Ротенберг, не такой уж заметный футболист, и он играет не хуже других, по большому счету. А если брать, например, сегодняшнюю игру, то смотрите, только за последнее время вот новый защитник Ротенберг справа играет, слева, то Бютнер, то Жирков в центре, то Самба, то Дуглас, и только единственный игрок в последнее время играет, и сегодня он просто вытаскивал игру команды. Он несколько раз просто спас, это Губачан, невыдающийся футболист, но очень старательный, боевой и такой боец просто на футболе. Человек, который, надо сказать, «Зенит» не пригодился. Он же только этой зимой пришел. Ну, вот когда-то вначале он вот таким же был и в «Зените», а потом, когда пришли классные, более футболисты, он стал менее заметен. Еще, конечно, ему очень важно быть в хорошей физической форме. Сейчас он просто в порядке, на самом деле. Вот, невыдающаяся защита, на самом деле. Вот поэтому я, это мое мнение. Я свое выскажу так, не сильно растекаясь мыслью по древу, мне просто кажется, что последний раз, когда «Динамо» ставила игру от печки, это при голодце. Тогда «Динамо» в состоянии было сыграть на ноль и победить с разницей в один мяч. После этого приходили тренеры, которые все-таки не от печки плясали, а от набора футболистов, и более какой-то акцент, наверное, даже вперед делали. Тот же Силкин, даже у Кобелева был великолепный подбор в нападении, а игру они не ставили от защиты, не от этого. И Романцев в свое время, и Семин, который приходил, они тоже не ставят от обороны. А когда нет у тебя, что называется, наигранной обороны, у тебя всегда происходит какой-то нервяк в игре, а когда соперник начинает поддавливать, вот как Мордовия в конце, чем ближе развязка и чем более настойчив соперник, тем больше ты нервничаешь, и тем больше ты допускаешь ошибок. Да даже в конце, вроде бы, ну отойдите назад, человек в восемь сыграйте в обороне, да? Они же бегут вперед туда. Они не обучены в восьмиромы обороняться, их просто не учат. И не только это, да, но они бегут вперед, еще забивать голы, хотя уже не надо вроде забивать, по результату играйте. Давайте еще один звоночек примем. Добрый вечер, Евгений. Алло, здравствуйте, Евгений, Санкт-Петербург, ваш давний поклонник ослушатель. Значит, у меня вопроса два таких будет. Вот мы все время сетуем, что у нас поля плохие, что у нас мало ходят. Вот смотрите, в континентальной хоккейной лиге есть такое правило, что если определенный дворец спорта на определенное количество, с определенным качеством, как бы льда, там много параметров, у тебя не будет, то ты в КХЛ играть просто не имеешь права. Почему вот у нас вот... А хоккейные клубы, они, ну, футбольные побогаче будут, чем хоккейные, ну, все-таки в большинстве своем. Почему бы не ввести у нас вот такой вот критерий для премьер-лиги? И вопрос второй. Вот на хоккей мы ходим все, вот у нас СКА сейчас вышел в финал, как бы все ходим очень, как бы, ну, приятно прийти вот в наш ледовый дворец Санкт-Петербурга, поболеть, и ты там ничего в свой адрес не услышишь, как бы все нормально. Вот почему континентальная хоккейная лига как-то решила этот вопрос? А вот мы про болельщиков говорим, на футбол приходишь и драка, и вот, извините, на футбол, на Петровский. Я бы вот никогда не пошел вот сейчас, потому что вот слушать с одной стороны, кто я, а с другой там еще кто-то какими-то словами там кого-то обзывает. Честно, мне не очень интересно. Вот не стоило ли бы посоветоваться с КХЛ? Как они этого добились? Вот такие вопросы. Хороший, конечно, на самом деле вопрос, Евгений Серафимович. Я просто, знаете, я вам просто скажу, вот в футболе существует еще немного вот это вот желание, ну давайте сделаем уступку. Вот эта вот уступка с этим, когда пошли на принцип, взвыл Арсенал и тоже пошел на принцип, но не на тот, а Ленчо взял и выставил второй состав. Спартак не пошел на принцип, хотя на самом деле мог поставить вопрос пожестче, и комиссия РФС могла бы запретить проводить матч после игры с торпедой. Там снегопад серьезно подмочил газон, и со Спартаком игра могла бы состояться где-нибудь на резервном газоне. Но, однако, Спартак не пошел на принципы. Вот тут вот не соблюли закон. Хотя, если будем жестко соблюдать все законы, тогда и будет, как в КХЛ. У нас пока в лиге, вот в РФПЛ, вот какие-то все реверансы налево, направо. Лед в любом дворце будет одинаковым. Нет. Его просто заливают. Нет, Евгений Серафимович. Его заливают. И от того, какой лед не переносит игры на другой, все равно играют на этом льду. Это первое. Второе. Я ходил в Спартакский дворец довольно-таки долго. Видимо, не будет Спартак, который возродят уже практически решенный вопрос, играть в Спартакском дворце. Он будет играть или где строится. В Арии Диригент. Да, В Арии Диригент. Или, во всяком случае, не будет там играть. Теперь следующее. Вот построили хороший стадион в Казани. И на первых играх там битком народу. И это подняло еще и команду. И она стала играть ярко туда-сюда. И вот сейчас это команда, которая играет очень приличный футбол. И сегодня они не проиграли команде практически без пяти минут чемпиону. На выезде тем более. И она вернулась на стадион, потому что там будет чемпионат мира по водным видам спорта. И Казани аренды будет под бассейн. Сначала на базу играли, сейчас на центральном. Да, да. И народу никого. Никого. Это нету одного. Вот я когда-то говорил, обязательно нужен футбол. На футбол, на хороший футбол будут ходить. Надо и чтобы зрителю удобно было. И чтобы было все. И то, и то, и поле. И все-все-все должно быть. Нет одного. Назовем эту тему после выпуска новостей. Голевая передача. Теперь по поводу строительства. Все-таки согласитесь, построить дворец спорта на 10 тысяч и построить стадион, это две большие разницы. На 30 тысяч. Ну, на 40 там и прочее. У нас построят. У нас уже построили. Вот. В то же время и в КХЛ тоже есть дворцы. Я вот говорил в частности. И вот Цисковский дворец, да, старый дворец. Там добавляют каким-то путем какие-то эти... Количество зрителей. Все. Но все равно это тоже уже не годится на самом деле. Вот. Но. И, конечно, самым важным является это зрелище. То зрелище, которое дали сейчас ЦСКА, СК. Ну, извините. Я человек, который в основном футбол смотрел, все время туда щелкал, смотрел, как там идут игры на самом деле. Ну, просто надо понимать, что хоккей, континентальная хоккейная лига, это на самом деле в Европе сильнейший, наверное, турнир по хоккею. Да. А российская футбольная премьер-лига, это далеко не сильнейший турнир в Европе по футболу. Да я тебе скажу, я смотрю баскетбол у них. Раньше там битком ходили, да. Да, сейчас вот этот, тоже лига, вот эта, как она называется, единая. Единая лига ВТБ, да. Да, ВТБ, да. То же самое, та же самая история. Ладно, давайте на звонки отвечать. 2-3-2-15-59, код Москвы 495. Александр дозвонился, добрый вечер. Добрый вечер, Илья Ильич Рафимович. Добрый вечер, Дмитрий. У меня два вопроса. Где будет застрелять команда торпеда, на каком стиле, скажите, пожалуйста. А второй вопрос про судей. Вы заметите, ведь, ну, слабые команды постоянно как-то заслуживают. У торпеда много случаев, другие. А Иванов как-то ноль внимания проходит все. Тем более, такие судьи, как сын Вапустин, Левникова, они сразу стали судить высшую категорию. Это, мне кажется, очень незаконно. Значит, торпеда играет в Раменском на стадионе «Сатурн». Матч без зрителей, согласно той дисквалификации, которую КДК наложило на торпедовцев за те многочисленные инциденты, которые болельщики устраивают на трибунах. По поводу сыновей Лапочкиной, Левникова. Да, еще Матюнина. Да, я вам скажу вот какую вещь. Давно уже все это идет. У меня был друг Жан-Жак, не Руссо, а Вренье, мой друг. Ну, царство ему небесное. Он был управляющей банкой, мой близкий друг. И когда-то к нему приезжал человек, друг его, из Англии. И он привозил, наверное, на Албалдяну, художнику знаменитому, который рисовал наших правителей. Политбюро рисовал, краски привозил сюда. И он всегда просил... Он бывший профессиональный футболист в Англии был. И он все время просил билетик там, и я доставал, чтобы на футбол сходить. И как-то я его попросил, Жан-Жака, спросил его, как наше судейство. В то время мы не особенно жаловались на судейство. Он через некоторое время сказал, знаете, у вас хорошее судейство, но у вас судьи знают, кто с кем играет, у кого какой спонсор, кто на каком месте находится в турнирной таблице, и кому что больше нужно. И сегодня я вижу то же самое, в принципе. Я с вами полностью согласен, что они, ну, как бы, к богатым и сильным клубам относятся немножко по-другому. Но это так везде. Но это не засуживают, что вот они... Ну, вот такая история. Ну, вот смотрите, вот в сегодняшний матч, да, сегодня, наверное, надо было удалять Дани. Дани не получил ни карточку, ничего, отдали карточки тем, кто пришел разбираться там. Там куча мала такая была, ты видел, да? Он дал карточку Навусу, он дал карточку еще кому-то, еще кому-то. А Дани, который просто толкнул в лицо Кутуни... Там, кстати, по-моему, карточку получил и Ломберц первую. Ну, там четыре человека получили карточку, кроме того человека. И я понимаю, что эти судьи знают, у кого карточки сколько, и вот это вот все время я вижу, все время. Я не вижу такого, знаете, хозяина на футбольном поле. Вот все восхищаются Калина. Калина, Калина и Калина. А я вот помню конкретный 2000-й год, почему еще помню, это матч-открытие, по-моему, был, Голландия играла с чехами. И он просто прибил Чехов на 90-й минуте, дал пенальти в их воротах, у которого не было пенальти. Но никогда не было того, что он предвзято что-то. Вы же сейчас когда говорили, вы все равно о предвзятости говорили, о том, что вот он знает, что вот эти сильные... А эти сильные еще подушивают. Смотрите, в каждом интервью после матча он сейчас, что говорит Виллыш Боуш? Да он не говорит, он просто ноет каждый раз. Ну вот о чем мы разговариваем. Но это нытье, это не, скорее всего... Это посыл судьям и всем остальным. Это элемент давления на будущее. Я об этом и говорю. Он не постфактум сейчас, что называется, запускает. Я именно об этом говорю. Это и есть давление. Еще звонки у нас есть. Напоминаю, телефон 232-15-59, код Москвы 495. Владимир Васильевич дозвонился. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотел вас попросить. Там есть такой певец Тимур Шау. У него есть песня «Футбольные страдания». Вы не могли бы в эфире ее поставить? Нет, у нас не музыкальная радиостанция. Она в интернете есть. Ну, замечательно. Послушайте ее сами в интернете. Полезно было бы послушать всем ее. Кому? Ну, всем слушателям. Скажите, чем полезно было? Вот я футбольный человек. Я столько в жизни... Вы мне, как и всем остальным, советуете послушать, чем мне она полезна будет? Объясните. Ну, я вам объясню. Дело в том, что я просто слушаю вас и не могу понять. Неужели в обычном зрелище о футболе можно так серьезно рассуждать, как о каком-то деле, типа медицины или еще что-нибудь, до ракетостроения, знаете? Вы считаете, что люди, которые звонят, все сейчас они дураки, а вы один умный, да? Да нет, при чем тут дураки? Это знаете, когда бабушка ходит и говорит, ну сколько 22 дурака играют и сколько их смотрят. А она умная, понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас точно так же выглядите. Вы нам советуете всем послушать что-то? Нет, нет, да. Когда начинается чемпионат мира, весь мир начинает сходить с ума. Нет, а я не говорю, что вы оскорбляете. Я не говорю, что вы оскорбляете. Ладно, у человека искреннее удивление, что за игра такая, которая вот овладевает миллионами. Тогда надо просто это понять. А никак не говорить, что такое. Вы об игре просто так серьезно рассуждаете. Евгений Серафимович, давайте дальше звонки принимать. Сергей дозвонился, 232-15-59, код Москвы, 495. Добрый вечер. Сергей. Да, 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 мы вас слушаем. Здравствуйте, у меня один вопрос. О футболе ни слова, давайте про песню этого. Ладно, Евгений Серафимович, хватит шутить. Мы слушаем вас, Сергей, не обращайтесь. Здравствуйте, Сергей, Евгений Серафимович. Добрый вечер. У меня вопрос вот такого плавного. Передо мной звонил слушатель, который сравнивал РЦПЛ с КХЛ. С кем-с кем? С КХЛ. А, с КХЛ, да. С КХЛ, инвентальная хоккейная лига. Да. У меня есть такой вопрос. А почему бы нам лигу не закрыть, принимать туда только по определенным критериям, в том числе и финансовым? Например, ну да, чтобы это был частный инвестор, чтобы уйти от государственного финансирования. Путь будет 12 команд. Но хозяева клубов будут отвечать за результат, потому что они вкладывают свои деньги туда. А какие хозяева? Если у нас 90% клубов содержатся в государстве? Либо с компаниями. Нет, это было просто премьер-лигу закрыть. Ну как, Биннер же отвечает за свое средство или Галецкий? Ну вот вы назвали двух. Ну еще одного назовете. Остальные-то кто? Ну давайте три команды будут разыгрывать первенство. Не, ну можно же найти 12, но тогда лига будет... Где вы найдете 12? Подождите, вы готовы сами финансировать команду? Да ладно, при чем здесь сами. Я просто... Если мы не можем отделаться от госфинансирования, а вы предлагаете только частный капитал, то только три команды у нас имеют частный капитал. Дмитрий, я извините вас, перебью. Просто я к чему веду? К тому, что когда будет частный собственник, он будет за финансы отвечать. А то у нас получится как стулья. Да, но вы просто сейчас предлагаете утопию. Вы предлагаете закрыть, взять и закрыть, когда у нас сейчас нечего закрывать. У нас нету исходных условий. У нас нету достаточного количества частных команд. Предложение сейчас просто неактуально. Вот когда их будет хотя бы 10, вот тогда оно будет актуально. Я вообще... Я согласен с вами. Давайте это за 50% частного капитала. Не, а можно просто создать лигу, в которой будет играть Монако, потому что там Рыболовлев наш финансирует. Челси будет играть, потому что наш финансирует тоже. Еще есть какие-то... Усманов в арсенале там 50% владеет. Приличные будут. И еще три наши вот эти вот. Ну, еще найдут где-то там, содержат где-нибудь команды какие-нибудь. Но у нас, к сожалению, это я так повеселился, да, у нас, к сожалению, нету людей, которые вкладывают деньги в футбол в наш. Ну, вот нашелся Галицкий, ну, честь и хвала ему. И команду создал неплохую, и смотрится хорошо, и строит, стадион строит, много строит для детского футбола. Ну, честь и хвала еще раз говорю ему. Давайте, Андрей, попробуем принять. Андрей, у вас минута. Дожмейч, у вас 20 секунд на вопрос, 40 секунд у нас на ответ. Поехали. Да, Евгений Серафимович, Андрей, 40 лет за «Спартак», всех с праздником. Вот, первое, если так мало времени, вообще-то, Федуновсов совет, чтобы таких людей, как вы, хоть и экспертный совет создал бы, не было бы таких ошибок, как с Едином и предыдущим. У меня вопрос конкретный по делу. Скажите, пожалуйста, какой шанс назначить Тихонова главным тренером и истинная причина ухода Денисова из «Динамо»? Все, понятно, спасибо. Вопрос, пользу шансов нет. Истинная причина одна. Он просто пришел к тренеру и сказал, ты никто, и как тренер никто, и как человек никто. Ну, его взяли и убрали. Это правильно сделали. А Тихонов сейчас в Краснодаре работает. Я не думаю, что сейчас можно взять и оттуда выдернуть. Коротко просили назвать результаты сегодняшнего игрового. Вообще-то, вот, текущего тура. Краснодар, Кубань, 3-2, «Зенит», «Рубин», «Ничья» 1-1, «Уфа», «Арсенал» 0-1, «Динамо», «Мордовия» 2-1. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.